Что самого лучшего случалось со мной? Я скажу. 1 января 2017 года. Уже второе. Да, 2 января 2017 года. Науки 8. 7. 7, да. Прекрасная компания прекрасных людей под предводительством легенды андеграунда Виктора Садиста. Я ем, как впервые, я ем яичницу. Яичницу. Это не простая яичница. Хотя она проста в своем исполнении. Но в этой яичнице частичка тех переживаний, которые были со мной последние 4 дня. 5. Да. И это было красиво. Потому что, знаете, с возрастом приходишь к выводу, что самые лучшие вещи это простые вещи. Такие как чай покрепче, песни погромче. Искренние улыбки друзей. Живых. Желательно. Ну да. А не с могильных плит на тебя смотрящих. Ведь все мы знаем и помним, что пацаны умирают молодыми. Мы что-то там читали. Как там? Ты знаешь эту песню? Да. Новосибирский технический лицей. У тебя желают приятного аппетита. Да. Надо еще спасибо. Джеб Джанг. Джебунг. Джебунг. И рэпер Сан. Да, и француз еще. Добро пожаловать, Катюша. Это ее первый день в Перископе. Например, рэперша Олвен, она теперь стоит где-то в массовке на слово Новосибирск. Пока сражаются новые рыцари андеграунда. Бля, ответьте мне. Что тебе ответит, дружище? Перископ Виктора Садиста. Это не просто Перископ. Это произведение искусства. Понимаете? Вот. Каждый может... Миша Крупин присоединился. Опа. Миша. Миша, здравствуй, Миша. Мы ждали здесь тебя. И мы дождались. Андрюш, привет. Украина, Россия, Киргизия. Все вместе здесь. И мы едим одни и те же яички. И наши дети будут есть одни и те же яички. Привет, Андрей, говорит Миша Крупин. Миша, огромное уважение тебе за твое творчество, за песню «Мать». Мы братья славяне, говорит. Братья славяне, мы все братья. Понимаешь, когда ты брат брату, то и брат тебе брат. Да? Говорит Миша Крупин. Да, Миша. И мы не пили вчера, не пили сегодня. Обнял, говорит Миша Крупин. Обнял, да. Обнял, да. Как бы тут даже можно ничего не говорить. Братское сердце, оно стучится в дверь просто. И ты ему открываешь. Знаешь, ты сам похож на Миша Крупин сейчас. Отчасти. Но это… Есть Миша Крупин? Нет. Но это такой же уровень философии, высокой философии. Да. Тот самый Коля, Рикев, Миша Крупин, Ханзе Май. Все здесь. Все нормально. Мы слушаем правильную музыку. Мы живем на полную. Сколько сантиметров член узамаячил? Замаялся. Человек и автокоррекция. Пишите мне в личные сообщения ВКонтакте, девчонки. Присылайте свое резюме. Что-нибудь расскажите про себя, прорекламируйте. И мы с вами обсудим дальнейшие… Миша Крупин говорит все правильно. Да? Миша Крупин говорит всегда правильно. Все или ничего. И вот эту тарелочку мне сделал Виктор, садист лично. Я ее слепил. Да. Из того, что было. Бабы должны давать жопу, говорит Миша Крупин. Да. Могут. Они могут это делать. Если они могут это делать, то почему бы и нет? Зачем Замай побрился? Новый год с новым стилем. С новым… Джилет. Бритва Джилет. Лучше для мужчины нет. Миша, ты должен приценить. Смотри, какая у меня футболка. Ты должен… Мне кажется, Миша приценил уже. Миша… Я стараюсь центрировать надпись «Джастин Бивер», как бы. Охуительно, говорит. Михаил, как бы… Ну, вы все понимаете. Что за женщина… Когда мудрый человек, тогда и слова не нужны даже. Просто… Что за женщина порочная смеется на фоне? Это… Наши… Нимфы. Те, кто вдохновляет нас на жизнь. Миша Крупин говорит «Да». Да? Да. Пожалуйста. Кружка Липтон. Липтон. Нас поддерживает в трудные минуты. Шмот от Волчка, говорят, все приценили. Да? Что за шмот от Волчка? Расскажи. Русский андеграунд. Русский андеграунд. Русский андеграунд. Кепка Версус. А, русский Министерин как же? У меня был в 2009 году классический микстейк киргизского рэпа, который просто дал мне вот собою генеральную линию развития на всю оставшуюся жизнь. Он назывался «Андеграунд Мейнстрим». Миша Крупин говорит, что он тоже русский андеграунд. Да. А люди интересуются за Майты под чем? Можно картину еще покажу? Я под Ишинкой. Я знаю, что с картиной даже кадры веселее. Когда у тебя есть Ишинка, у тебя есть мир. И, возможно, даже у меня могут быть эклеры внезапно. Принести эклеров? Да. Доверяй тебе. Эклеры. И чаю. И чаю? Чаю, да. Хорошо. Когда у тебя есть эклеры, у тебя есть силы на то, чтобы формулировать правильно. Вот очень сложно иногда, когда ты осознаешь, что ты уже и так многое сказал. Зачем повторяться? Зачем говорить это еще раз? Это пошло и банально, но приходится, да. Приходится. И когда у тебя есть... Вот, друзья, друзья, вот это называется эклер, да? Моя бабушка уже покойная такие выпекала, и мы их называли заварнушками, потому что в них заварной крем. Он был шоколадный. Здесь он не шоколадный, он обычный, но вы понимаете, что, я думаю, это, конечно, не настолько вкусно, как у бабушки, но это достаточно удобоваримо, как минимум. Миша Купин говорит, что его мама тоже такие делает. Да? А, как бы, старая гвардия, старая школа, она же классика, она же легенда на экран. Они все знают за это. За май или за Б? Конечно же за май. Только так. Только так. Перископ, Инстаграм, Твиттер. На фоне Перископа Славика это очень нормально, а что было в Перископе Славика? Что было там? Не знаю. Что там могло быть, если у него нет Перископа? А у него нет Перископа? А Инстаграм? Инстаграм есть. Привет, почему не спите? Мы с Питера, потому не спим. В Питере не спите. К Забе как отношения спрашивается? Нормально. Он там такой трэш творил, оказывается Слава завел себе Перископ. Да? Да. Творил трэш. Жаль. Жаль. Дул в трансе. Жаль. СД я вахую. Я тоже. Если много дуть, то ветер с моря дул, надо меня приду. И сказал ты мне, и сказал ты мне. Больше не приду. Да. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно, нет любви. Видно, надо мной. Видно, надо мной. Посмеялся ты. Посмеялся ты. Мисси Крупин говорит, давайте надувать лягушек. Давайте. Привет от пацанов с Бишкека, от Беки Салам. Бека. Азамат. Я ваху, СД. Привет из Зеленограда. С Димой Шоком общаетесь? Ты общаешься сейчас с Димой Шоком? Да, общаемся. Пока расскажи. Мы общаемся посредством искусства. Например, вот смотрите, друзья. У меня есть вот такая вот книга. Да. Советское искусство 20-30-х годов. Здесь есть поздний Казимир Малевич. Ранний, не знаю, Евгений Алёкин ранний. Здесь есть все. Есть даже Михаил Крупин. Потому что Михаил Крупин, ну, это просто красивый человек, которого... Ранний. Жизнь кого является произведением искусства? Михаил Крупин вне времени. Ну, даже вне времени это неправильно. Потому что ты допускаешь его существование только лишь в рамках времени. Нет, почему? Я говорю вне времени. Да. Вне времени все равно ты говоришь про время. Это Миша спрашивает. Миша, есть люди, которые тебя не любят вообще? Замай, объясни, что такое постирония. Постирония – это когда тебе уже не смешно, но ты натягиваешь улыбку, будто ты что-то знаешь особенное. Да. Вот, например, сразу нашел я и Миша Крупин. Мы где-то разрабатываем новые... Новые... Новые кадемпсы ухайпа. Я бы там сказал это. Я и Миша, мы в гаграх... мы ищем мы ищем вдохновение Миша, это ты помнишь, да, брат, ты помнишь тот вечер? помнишь? а помнишь, мы познакомились с девчонками тогда, она из них стала женой твоей а я тогда, а я ушел тогда ни с чем, я знаешь, немножко обиделся на тебя, подумал, вот как бы на бабу променял а вот, оказалось, это судьба а в итоге внуки уже распишутся а я написал тогда вот известное свое стихотворение про то, как и не пишется, и не живется лишь был... Миша говорит, что она от тебя забеременела уже это было потом, это был второй ребенок подергай ногой мне нравится Павел Филонов это прекрасный художник а он ребенка воспитывает да но Миша говорит, что ребенка, ну типа заделал-то ты, а он воспитывает ну, что могу сказать вот, например, мы с Мишей мы с Мишей уже как-то мы стали авангардистами я и Миша, и мы авангардисты потому что, ну вы понимаете, когда ты классик в искусстве, тебе сложно стоять на месте ты сегодня один, а завтра ты уже преодолел это все и вышел на новый уровень и когда ты в авангарде, ты всегда, вот, это как энтропия авангард это стрела времени мы с Мишей в Петербурге, да и знаете, в тот вечер в тот вечер в тот вечер, в тот вечер, в тот вечер я Миши дал идею на трек мать я сказал ёб твою мать и как будто, знаете зацепилось что-то вот за ухо и потому что хорошая идея, она всегда она не сразу, она проживается она проживается с человеком и выходит как-то через время она формулирует сама себя и как бы ты уже, может быть, даже не помнишь откуда корни почему я это сказал а сам сам разум тебе диктует идея все правильно говорит Миша да да ты лучше расскажи как как ты помог Миша придумать песню виски со льдом виски со льдом я помню, было холодно ну вот знаете, вот, например я считаю иногда иногда да это как бы красивые красивые вот про виски со льдом иногда, друзья вот хочется написать грустную песню вот я думаю если я пойду у себя на поводу тогда чем я буду отличаться от, я не знаю стандартного рэпера школьника иногда нужно не идти у себя на поводу и как-то выталкивать себя за вот эти лимиты которые мы всегда пребываем в каких-то ограничениях в шаблонах погружаемся в быт и нам немножко нужно что-то новое для того, чтобы выйти и в том числе всегда нужно сопротивляться себе и виски со льдом это была зима и хотелось горячего чая но написать песню про горячий чай было бы слишком пошло и банально и мне показалось что как бы ударим автопробегом по бездорожью и в этот зимний вечер напишем песню про виски со льдом но однако спел я только Михаил да потому что я не смог себе позволить я не думаю о себе настолько пафосно чтобы я придумав что-то мог себе позволить еще и высказаться и спеть я скромен и могу лишь попытаться идею донести возможно через другого какого-то человека потому что ну это было бы вот это очень неправильно что рэперы поют все написанные собой тексты нет иногда рэперам нужно понимать что тексты эти лучше им не петь да это штаб-квартира антихайпа да такими темпами за майскор в МГУ будет лекции читать с боссом так какие проблемы друзья заявите гонорар знаете а вот как тебе Баста с Буфом записали трек ЧП про ПР и довольно неплохо вышло да покажите это я в МГУ это я в МГУ внимание да мы мы тут как бы Миша за кадром Миша делал эту фотографию Миша делает эту фотографию и вы знаете ему понравилось сжать на спусковой крючок механизма фотографического да так что друзья гонорар знаете писать куда знаете мы приедем в каждый дом и расскажем вам то чего что Андрюш есть еще какие-то истории которые ты можешь нам поведать просто мы мне кажется и так уже достаточно давно мучаем людей искусством настоящим истории много истории тысячи спасибо завтра в Питере зашла просто привет передать спасибо пожалуйста друзья мы живем ради того чтобы вы радовались а мы как бы что можем делаем истории тысячи истории миллион какие-то истории наши я прям слышу славу слава здесь рядом слава всегда со мной меня сегодня спросили а где гнойный и я не нашел что ответить потому что ну как глупо спрашивать где гнойный если он есть вот тебе страшно помнишь мы ехали на блядке блядке ух блядки калятки мы плыли ладно все три секунды прошли я думаю что хватит да Дима какой нахуй Дима ты ехал на блядке к Дмитрию вот например прекрасная картина художника Лабаса называется Дирижабль и Деддом как бы Деддом и Дирижабль мне кажется это метафора русского рэпа где-то Дирижабль нашего хайпа летит высоко а все остальные сраные рэперы смотрят на это будто они беспризорники лагануло говорят у нас но ничего страшного где лагануло там разлагало панда привет мы тут хайпим вот например Виктор когда проходил службу в войсках на воде с новым годом тебя тоже братан это моя фотография когда я был в войсках на воде а будет ли чай ох друзья вот вот я скотина неблагодарная я даже не увидел я даже не подумал что чай уже может здесь стоять а он здесь стоит и он свежий он горячий и за все это я благодарю Виктора садиста и он даже как бы не мучил меня принес сделал чай спасибо огромное пожалуйста огромное спасибо всегда рад ренессанс антихайп всегда рад сделать тебе чай Дириж ренессанс антихайп и пусть Виктор за свои услуги берет непосильный план Витя ты помнишь своего охранника Диму в смысле моего охранника ребал 22 только если он друзья вот тут берите что за книга на коленях мне кажется братан ты немножко пропустил книга на коленях книга не может стоять на коленях потому что у него нет ног у него нет ног друзья это наш с Мишей Купиным сын его зовут Его зовут Егорка Егорка я его помню таким сейчас он конечно подрос и более долбоев описывает рэп под никнеймом фараон это фотоальбом это фотоальбом альбом стима фотоальбом стим да проебался видите тебя лагало ну сорян жена моя жена моя прекрасная женщина Лафира Петровна фамилию сами знаете я не понимаю что происходит опять лагает сколько нас слушателей слушают 50 человек 50 человек в столь поздний час могут только в хайповом перископе Виктора СД Виктор СД это там где всегда есть особенный смысл я бы назвал это правильный рэп СД говно ну блин может и говно но ты по прежнему здесь дружище да Абук х а вот я не выговорю это конечно же долгожданная жена Михаила Круппина это надо поближе Зинаида Круппина да красивая статная еврейская женщина которая ну она готовит лучший лучший фаршмак и внимание вопрос был ли у вас трек с Рикки был там я не была да Зинаида под Ксаноксом ну что поделать она готовила хумус мне кажется по-любому готовила мне кажется Миша во-первых от нас ушел потому что ему надоело смеяться сквозь слезы потому что вся история перед глазами идет да потому что иногда тяжело вспоминать как мы росли как мы катались на инвалидных колясках колясках вместо Санок как мы ели к Санокс Круппин ушел да ну что поделать что поделать может и мы уйдем лучшие уходят может и мы уйдем на правах лучших да друзья покойной ночи да все все ну что я нажму подожди вы нужны нам в Риге нет вот на эту волне нужно уходить давайте вопросы влаги были половина повылетала ну давайте адекватные вопросы буквально 5 минуточек 5 минут алло Федя нашелся да и уехал и уехал но мы теперь живем в его квартире в Ригу нас не надо только если в весеннюю Ригу моему другу Денису Латвия, Рига ладно, Амиго ладно, Амиго за май ты ли это? да, это за май я не знаю ну будут адекватные вопросы нахуй держите давайте, друзья альбом будет я говорил 17-го революции наверняка 17-го января ждите на всех телеэкранах страны новый фильм Федора Бондарчука революция новый альбом Виктор Ась да революция я тоже не знаю Вить, ты сам все знаешь я такой я такой мой батя а с левой это ты с мамкой да я малой мой батя а малой в смысле я вам показываю почему я настолько крутой и вам не ровно христианам правильно говорит христианам христианам пезан там я бы сказал ну так и сказал но все равно на Лукашенко говорит похож так батя мультра антихайп в Екатеринбург заглянет да мы скоро приедем Вить, заходишь на Двач? не скажу клип Хавана видели как вам батл хелп? что это такое? тапочки четкие правильно правильно Сирия не Ирак не Ирана Сирия да ну блин я не знаю на самом деле мне кажется это уже просто вот например впервые я показал всем себя я показал всем себя и миру понравилось в принципе не подумайте я просто еще в руки гитару не взял когда я возьму гитару у меня сразу будет плюс это не мой охранник друзья это рэпер Тумар мой хороший близкий друг среди наших известен как Тимур среди наших он известен как Дмитрий Дмитрий с каким я охранником ходил когда что за девушка не покажем секретная девушка или ты не секретная девушка секретная хорошо 10 лет назад с каким охранником я ходил 10 лет назад и где 10 лет назад мне кажется нужно сделать кавер на фараона только 10 лет назад это нормальная тема пригласить легалайзер мне когда придется 20 лет за май взял гитару Софи Ротару вспоминали вспоминали сегодня у нас сегодня был очень культурный вечер продолжается пенсионат он тоже раз что будет 17 17 будет 0,3 за май фанат Бибера все так и Джона Джона Ленона и Джона Рая и Джона Сноу и Джона Доу как относишься к МБ пакету как ты относишься к МБ пакету никак когда мы бухали в РНБ кафе мы нахуерили с Ромой Жигановой был тип с тобой я много раз бухал в РНБ кафе несколько раз из них там был Рома Жиган но я не припомню там охранник это был Миша Крупин может быть может быть это был Миша Крупин ты его сам унес значит это точно был не охранник а кто-то может быть кого я в шутку назвал охранником может это был обладает нет а где твоя девушка Лера у меня нет девушки Леры эксклюзивная информация да уже как полгода одна и та же хуйня как бы пизду спрашивают и спрашивают все так волнуются переживают лучше за Федя переживали вот у него действительно проблемы себе потому что его нет во первых его нет ладно друзья давайте на этой ноте немножко лайков еще подождем в мой канал подписывайтесь подписывайтесь на перископ за майя на перископ нашей секретной девушки не скажем на кого собака оставит все я думаю думаю пора нажимать на эту кнопку альбом даю